Ну что же, наконец-то мы попали в Лужники. Спустя 4 года мы возвращаемся на этот стадион. Не в качестве зрителей, не в качестве болельщиков, а пока что просто в качестве людей, которые пришли на экскурсию. Мы сегодня сможем посмотреть, как один из главнейших объектов страны готовится к чемпионату мира. С нами Анастасия, представитель пресс-службы стадиона Лужники. Мы реконструируем стадион Кузнекин, который является главной ареной игры чемпионата мира после пола 2018 года. Это открытие, это один из полуфиналов, финал, церемония, закрытие. В 2013 году мы начали реконструкцию арены. До этого полгода прошло согласование, что же делать, как не быть. Там есть исторический фасад, который знаком многим еще с двухих олимпиадовских лет. Но что самое крутое, архитекторы и те, кто занимался строительством, те, кто занимался проектированием, решили оставить и сохранить исторический вид стадиона Лужники. Практически ничего с внешней стороны не изменилось. Ну что, мы уже внутри, внутри стадиона. Чем стали новые Лужники, не похожи на старые? Всем. Это я с искрацией. Убрали легкий архитический сектор. За счет этого подобинули трибуны ближе к полю. То есть теперь это станет чисто футбольный стадион? Чисто футбольный стадион. Действительно, это так? Сейчас это уже два отдельных этажа, разделенные между собой. Пояс из скайбоксов. Это 100 скайбоксов. Луж повышенной комфортности, где у зрителей есть возможность наблюдать матчи, при этом получать горячее питание. Мы увеличили козырек кровли на 11 метров, чтобы дождь, солнце и прочие осадки, особенности московской погоды не мешали зрителям. Мы нарастили козырек 457 тонн металлоконструкции. Еще одна особенность Лужников, это стало увеличение посадочных мест. Мы сейчас увеличиваем количество мест 78 до 81, но это по сравнению с местами, которые были недавно. А так, да, здесь было очень-очень много мест. Помимо того, что здесь играл «Спартак», на этом стадионе, естественно, играла и сборная России. Здесь был развернут самый огромный печатный баннер, также во всю трибуну. Это был матч сборной России, сборной Англии. 2007 год, победа 2-1. Одна из особенностей, конечно же, современных стадионов, это система безопасности. Мероприятия, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы, какие-то крупные соревнования, должны проходить под строгим контролем с системой служеб безопасности. Раньше вся система безопасности лужников, это была рота солдат, которая вот здесь по периметру стояла. Это было какое-то количество полиции. Ну и на этом все ограничивалось, пожалуй. Ну, во-первых, мы видим ров. В нем не будет крокодилов, но он отделяет трибуны от игрового пространства. Во-вторых, система безопасности, это множество-множество камер. 1300 камер в среднем будет под трибунами, а на трибунах будут установлены особенные мультифокальные камеры, 14 штук. Это камеры, которые позволяют транслировать одномоментно все 360 градусов, все изображения трибун на ситуационный центр. Это новая система, то есть каждый будет под руководством. Я думаю, всем все понятно. Тех действий, которые происходили здесь в конце 90-х, в начале нулевых, к сожалению, нам никто здесь уже, а может быть, и к счастью, нам уже никто не позволит. Мы рассказали про конструкции, рассказали про трибуны, но одна из самых главных составляющих стадиона это, конечно же, газон. Наш газон выглядит немножко космически, все потому, что мы в сентябре засеяли натуральный газон, он зашел, и сейчас мы за ним максимально ухаживаем. На полтора метра в глубину сложный пирог в поле с системами дренажа, обогрева, аэрации, то есть снабжения корня. Это все поменяли, правильно? Этого не было. Был искусственный газон, его перестанали на натуральный на 2008 год, когда был финал Лиги Чемпионов здесь, потом его обратно вернули искусственный. Впервые за долгое время в Луганках будет натуральный газон. Кресла, как вы видите, тоже изменились. То есть если раньше здесь были цельные пластиковые кресла, которые отламывались сами по себе, то есть независимо ни от кого, естественно, то сейчас это уже современные антивандальные. Но мы проверять на вандальных сейчас не будем. Так, смотрите. Вот это в ходе реконструкции. Это мы еще видим разобранные полостью трибун. Это замена грунта. Вот вообще голая стена. Вот это голая. А, это разобрали, да, уже полностью? Да, вот это голая стена. Оставили маленький кусочек трибун у фасада, чтобы фасад к ним прицепить. Потом выстроили новые трибуны, перекинули с них металлические фермы на фасад, зацепив, и разобрали внутреннюю часть трибуны. Нам Анастасия подсказала, что мы сейчас находимся, как правильно, в зоне. Верри вип, верри вип зона. Верри вип зона. В саму ложу нас никто не пустит, потому что там уже идет работа полным ходом. Вот здесь будет смотровая площадка. 25-й уровень, самый верхний уровень стадиона. И здесь будет большая открытая смотровая площадка, куда можно будет попасть не только в немачей, но и, в принципе, любым гостям города, москвичам. Мы сейчас находимся в одной из самых высоких точек стадиона. Не смонтированы кресла, потому что мы находимся в зоне, где 3000 мест будут сделаны для журналистов. Здесь будут смонтированы специальные парты, вот мы видим эти бежи, которые лежат, которые начинают тоже монтировать, но они будут ставить парты. Это будет в феврале-марте, скорее всего, работа. То есть не только огромное количество болельщиков, но и огромное количество журналистов сможет посетить матчи. Анастасия, спасибо огромное за те минуты, которые вы нам смогли уделить. И мы смогли подготовить такой, надеемся, что такой интересный репортаж. Будет открыт стадион для экскурсий до чемпионата мира? Я очень на это надеюсь. А мы надеемся, что это будет так, и все смогут прийти и посмотреть уже на готовый стадион Лужники. Дорогие друзья, а еще мы самые свежие новости и самые классные фотки выкладываем в наш Инстаграм. Да, внизу будет ссылочка на наш профайл в Инстаграме, подписывайтесь. И если я найду программу, которая это отслеживает, то тысячного подписчика я лично приведу на стадион, все покажу и расскажу. Держите тачка. Держите тачка.